О погоде на завтра. В студии Ирина Полякова. Здравствуйте, у меня информация про гностического центра Метео. Дальний Восток. И здесь открывается дорога очень холодному воздуху вдоль побережья. Завтра на Камчатке, на Чукотке, Магаданской области температура снизится только на пару градусов, но это для начала. Ну и небольшие осадки, чуть прохладнее в Приморье, в Хабаровском крае. Но от Байкала уже готовится выдвигаться порция теплого воздуха. К концу недели она смягчит мороз и в Якутске. Ну а пока там днем почти минус 20. Теплый воздух завтра и на юге Иркутской области. На Таймыре, Вовенке и Аномалия вообще градусов 15, но западний холодный фронт уже понижает температуру. Новосибирске, в Кемерово после 10-градусного тепла завтра чуть выше нуля. В Красноярске днем еще до плюс 7, временами небольшие осадки, но сильный ветер к вечеру вернет минус. И послезавтра днем максимум плюс 2. На Урале завтра от минус 2 в Виктернбурге до плюс 2 в Оренбурге. Основные осадки в Башкирии и в Оренбургской области. Европейская территория России главный информационный повод зима в средней полосе и даже южнее. Ее так далеко затягивает мощный атлантический циклон, который нырнул в самый центр русской равнины. Нырнул вместе с арктическим воздухом, вместе со снегом и порывистым ветром. Завтра он нацелится на южные районы Уралы. Основные заряды снега от Казани до Астрахани. Еще на пару градусов холоднее будет везде. Правда, этим зимние напоры ограничатся на этот раз. Во второй половине недели температура вернется в норму и сугробы смоют дождь. Даже на арктическом побережье будет плюс 4, плюс 6, по крайней мере, в Мурманске. На юге ненастный атмосферный фронт прижмется к горам и основные осадки будут там. Но везде напор арктического воздуха удержит низкую температуру. В Петербурге завтра плюс 1,3. Небольшой снег. В Москве во вторник днем максимум температуры около нуля. И снега еще немного добавится. У меня пока все. Смотрите погоду на НТВ.